Что касается парного катания, я почему-то больше внимания уделял тому, у кого больше очков и у кого больше шансов попасть в финал, и совсем забыл посмотреть на состав Грам-при Японии. И надо сказать, что помимо Суихань и Муртауэрс Мандарина, итальянская пара, которой будет представлена, и две американские пары, все они при чистых прокатах могут получить высокие оценки. То есть мало нам было Муртауэрс Мандарина, Суихань вообще за скобки берем, так еще и две американские пары и одна итальянская. И снова здесь не повезло Алисе Ефимову и Саше Коровину. Что на этапе в Китае их бросили под каток, что теперь и здесь. Но естественно, все наши надежды связаны с Настей Мишиной и Сашей Галямовым. Чтобы отобраться в финал Грам-при, им достаточно занять третье место. Но здесь опять же нужно думать за команду. И у нас на волоске висят Тарасова-Морозов. Чтобы они попали в финал, первое нужно, чтобы Настя Мишина и Саша Галямов заняли второе место. И второе, что нужно, это то, чтобы Муртауэрс и Мандарины не попали на третье. А если они все-таки попадут туда, то там уже нужно будет считать по сумме баллов. И если по сумме они наберут больше, чем Тарасова-Морозов, то в финале будут уже они. Так что на этапе в Японии у нас представлены сильные пары. Не сказать, что все из них стабильные. Американцы, итальянцы. Но тем не менее, их потенциальная сумма баллов с чистыми прокатами достаточно высокая. Но мы в любом случае будем верить в Настю и Сашу.